Да, я решила выйти из своей студии, чтобы немножко показать, как я работаю, как у меня процесс вообще-то происходит, и думаю, что, ну, в общем, покажу или в начале, или в конце, посмотрим, как там будет проходить вся наша лекция. Меня зовут Елена Пономарева, я фотограф новорожденности, это моя основная специализация, но, конечно же, я фотографирую семейные съемки, потому что родители обычно, когда уходят после съемки новорожденности, они говорят, так, и что нам теперь дальше делать, и как, куда нам идти, мы уже к вам привыкли, хотим, чтобы ребеночек приходил сюда, в уют, в эту всю красоту, и поэтому я решила, что почему бы и нет. Вот, и фотографирую также и семейные. Десять лет назад я закончила Киевскую школу фотографии, и, ну, в общем, все на этом. Это, и потом понеслось, потому что, как же, невозможно было, в общем, я поняла, что это мое, что мне это нравится, что судьей я больше быть не хочу, хочу быть фотографом. В какое-то время это было просто увлечение и хобби, а потом, когда я переехала пять лет назад сюда, в Киев, то я решила, что к фотографии нужно относиться серьезно, и это должен быть бизнес, и нужно все грамотно рассчитать, посчитать, и, да, обучаться, если где-то нужно чему-то. И, в общем, вот четыре года назад, в мае мы будем праздновать четыре года студии, я считаю это для себя большим успехом, потому что денег у меня не было, когда я приехала в Киев, знаний про бизнес, как вообще все это вести у меня тоже не было. У меня была камера, навыки съемок семейных, свадебных и еще всего, там просто друзей, как у всех, и поэтому пришлось много чему научиться и перебороть свой страх и все такое. И вот сейчас мы здесь, и мы сейчас с вами интереснейшее такое мероприятие создали, ребят, спасибо вам, что пригласили. Тема моей презентации, я ее сразу открою, из основных принципов фотографа новорожденных, и я хочу вам рассказать о том, как складывается мой опыт, как складывается моя вообще работа ежедневная, поделиться вот именно своим опытом. И для того, чтобы вот у меня получались кадры такие, как у меня обычно получаются, периодически, как на съемках, я буду вам листать, потом показывать картинки, чтобы вы могли посмотреть. У меня есть основные принципы, это возраст, в котором я беру малыша, потому что можно взять малыша вот как здесь, допустим, трехлетнего, тоже можно отснять, запеленать, как вы видите, но в любом случае красивее получается, ну, основной посыл съемки новорожденности, это отснять состояние новорожденности в семье, то есть тот момент, когда только малыш появляется на свет, когда ему, у него всякие шершавки там на пальчиках, на ручках, когда он еще совсем малюсенький, когда у него еще прищепочка там где-то есть на пупочке. Ну, то есть это абсолютно такие интересные получаются кадры, совсем не такие уже, как в три годика, как вот на этой фотографии. В общем, дальше я бы рекомендовала, мой самый любимый возраст, это 5-10 дней новорожденности, даже до 9 лучше, потому что они красивенько складываются, они спокойно ведут себя на съемки, у них нет еще проблем с животиками, и все, в принципе, еще не устали, не хотят спать, и не хотят, ну, еще родители, в общем, не замученные, так скажем. А дальше интересный момент с организацией съемки на дому или в студии. Ну, у меня был опыт такой, что я долгое время, ну, полтора года я фотографировала, выезжала на дом, и это было постоянно квест, потому что я не знаю, какой дома свет, искусственного света у меня еще не было тогда, какой дома свет, какая обстановка, хватит ли мне, допустим, пространства рабочего, потому что все-таки бинбэк, я вам потом покажу, он занимает минимум один квадратный метр, и, ну, еще ходить надо как-то вокруг. Съемка же в арендованных студиях не всегда подходит, потому что не всегда можно понимать, насколько там чисто и насколько там можно прогреть помещение, потому что это один из самых важных принципов, я потом дальше буду об этом говорить. И вот обычно вопрос всегда такой задают, ну, давайте, с чего мы начнем, и это, на самом деле, наверное, самое ключевое, потому что нужно очень быстро сориентироваться. Когда мы понимаем, что, вот смотрите, нашему малышу там 7 дней, мы организовали пространство, вот все хорошо, света достаточно, тепло в помещении, и что мы делаем дальше, да, вот что мы дальше, с чего мы начинаем? Я бы очень ориентировалась на то, как себя ведет малыш. Если он не спит, я тогда делаю сразу съемку с родителями, и там ножки-ручки, макрофотографирую, непостановочные кадры кормления, а потом, когда малыш уже расслабляется полностью, мы начинаем фотографировать его малюсенького, вот соло его, я называю это даже не портреты, а соло малыша, когда он один, и ему уделяется достаточно времени, ну, и внимания. Значит, а что касается, ну, это вот относительно такие общие принципы, исходя из чего я вообще, в принципе, формирую свою съемку. А, ну, тут тоже вот, да, на фотографии малыш не спит на съемке, и, в принципе, ей тут 11 дней, и достаточно круто позирует, но так не всегда бывает, они, конечно же, иногда приходится немножко, ну, повозиться с ними, чтобы они так прекрасно себя вели и чувствовали. Но это следующие принципы, сейчас я вам про них расскажу. Значит, тут подход идет уже через родителей, потому что если я понимаю, если я организую определенную атмосферу с родителями, то, в принципе, все будет хорошо. Что касается мамы, мама после родов, она нежная, ранимая, такая вся чувственная, потому что все 9 месяцев уделяли внимание маме. Она так привыкла к этому, так расслабилась, и все ее желания и прихоти исполнялись, а тут вдруг в один момент переключились все на малыша. И, соответственно, что если я найду правильный подход к маме, она будет более расслаблена, будет более такая, ко мне будет больше, более доверительно относиться. Но тут главное не переборщить, я говорю не о лесте, я говорю о искреннем таком человеческом отношении. То когда я с мамой начинаю разговаривать о том, как прошли роды, как выбирали имя, как вы узнали, что вы беременна, ну какие-то такие очень интимные моменты, то мамочка немножко располагается ко мне, она расслабляется. То есть обычно как? У малыша существует только 5 причин, по которым он может плакать. И, соответственно, одна из этих причин – это если мама немножко раздражительная, и через молочко это состояние тоже передается. Поэтому первый пункт мы исключаем сразу, когда мы находим контакт с мамой. И этот контакт очень хорошо складывается еще через Инстаграм, через истории мои, потому что я все-таки пользуюсь этим наглым образом, потому что я себя очень много подаю в Инстаграм, чтобы видели, какая я, чтобы изначально отсеялись все те, кого я раздражаю, и чтобы со мной оставались только те, кто ко мне так очень лояльно относится. И то есть когда они приходят сюда, они все обнимаются уже буквально сразу у порога. Но это вот так сложилось со временем. То есть я раньше не знала, что это очень хороший инструмент, поэтому я очень рекомендую им пользоваться, чтобы люди заранее влюблялись и приходили уже с определенным настроением таким. А что же касается дальше папы? Ну, то есть, естественно, что от папы тоже зависит от того, как будет проходить съемка и как будет себя вести малыш. Обычно я понимаю точно, что с мамой, если мы там размусоливаем любые темы, ну, и это может длиться бесконечно здесь в студии, то с папой надо все четко, он не любит. Понятно, да? 99% мужчин не любят сфотографироваться, поэтому мы делаем фотографии. Я обычно, как говорю, папа нам нужен либо в конце, либо в начале съемки, когда ему удобней. И вот если папа говорит, что там я привезу их, отснимусь и уеду. В таком ключе папа очень веселый, бодрый и счастливый. Он фотографируется там буквально, ну, все делает, все мои, на любые мои просьбы он говорит, становится как нужно, берет малыша как нужно, потому что он понимает, что его долго здесь никто мурыжить не будет. Поэтому мы с ним фотографируемся. Там вот два кадра делаем, сейчас покажу буквально, вот такой там совместный с мамой. Один совместный, там один соло его. И вот, допустим, один такой я фотографирую, люблю очень кадр, когда малыш в ладошке у папы. То есть я потом говорю, давайте потом через 16 лет повторим этот кадр, когда уже совсем малышка не малышка. Ну, и их это трогает, они как-то так проникаются. А еще я всегда говорю фразу о том, что мы это, ну, основная цель съемки, это вот чтобы через 20-30 лет малыш, который не малыш, посмотрел на фотографии и сказал, боже мой, какие вы были вообще счастливые, как вы меня ждали, вы тут такие классные. И тогда как-то вот родители понимают, что они делают это не для меня, не потому, что это модно, не потому, что там их как-то тут напрягают. Они включаются, они понимают основную ценность и тогда расслабляются и максимально искренне себя ведут на съемки. Это кадры, когда малыша нельзя показывать в интернете. Я специально его сюда добавила, потому что это частый вопрос от всех. А что делать, если просят не показывать малыша на съемке, после фотосессии, я всегда делаю на любой съемке вот такие кадры, когда малыша практически не видно, но красивая там мама или папа. Или, скажем, вот здесь. Ну, чтобы вот яблочко здесь на лице не ставить, то делаем, допустим, такие кадры, только единственное, чтобы видно было портрет мамы или папы, если он держит на руках. И тогда, получается, мы типа заполняем портфолио, и в то же время не видно малыша, можно выставлять и не угадаешь. Ну, за исключением, знаете, мы смеемся, что у нас, с Олей, с моей помощницей, мы смеемся, что у нас очень мало фотографий с папами в аккаунте, потому что, ну, папы все очень серьезные какие-то получаются. Ну, что не съемка? Только папу выкладывать в интернет нельзя. И мы думаем, вот ко дню мамы у нас есть целая подборка красивых фотографий, а ко дню папы это все будут папы с яблочками на лице, потому что все очень серьезные. А, и тут у меня еще четвертый, третий пункт, это скептически настроенные бабушки. Это тоже интересная тема с бабулечками, потому что они обычно приезжают, ну, для них же, это же родителям все равно, там, ребенок, помучают его на съемки, и все. А бабушки, это родной человек, и как бы вот они понимают, что лучше бабушки никто не посмотрит за внучеком. И поэтому они обычно приезжают и смотрят на меня сверху вниз и таким тоном «Здравствуйте, Лена!» и проходят по студии, оценивают ее, ну, и там как-то. Но потом в конце уезжают, обнимаются, потому что они, я их изначально включаю в процесс, я им сразу говорю, так, давайте идите тогда переодевайтесь, мойте ручки, давайте тут будем малыша вместе фотографировать, будете мне помогать. Потому что когда они включены в процесс съемки, они как будто бы понимают, что все безопасно. А еще плюс я очень много озвучиваю. То есть я говорю, что здесь мы подкладываем там эту подголовочку, здесь анатомически все правильно, здесь малышу не больно, здесь хорошо, видите, он лежит удобно, он спит, все класс. И тогда бабушка располагается, и получаются хорошие кадры. И потом бабушка уезжает и обнимает, и говорит, жалко, что у нас такого не было, потому что я, ну, у меня нет таких фотографий, я очень жалею, потому что я почти не помню, какая она была малюсенькая. Ну, в общем. И что же, дальше следующий принцип, третий, как подготовка, по подготовке к съемке новорожденности, это подготовка к самому процессу. То есть мы настроились, мы поняли, в какой день мы фотографируем, сколько дней малышу, мы поняли, где мы фотографируем, определили место, мы разобрались там с локацией, со всем на свете. Мы определились, как мы там работаем с мамой, с папой, кто у нас будет, какие участники на съемке, будут ли бабушки, дедушки. И вот это все, когда нам становится понятным, еще маленький такой бонус следом идет, это нужно продумать образы, если мы фотографируем в, как это называется, ну, вот в позировках, там в обмотках, вот там во всем. Я сейчас вам покажу, сейчас дальше закончу, я покажу вам, особенности подготовки реквизита, на своем примере смешном. Дальше, если мы не хотим использовать никакие шапочки, обмотки и все остальное, ну, обмотки, это я имею в виду, вот как здесь, допустим, видите, мы обмотали, замотали малыша, одели повязочки, а есть более простые кадры, когда вот, допустим, как здесь, видите, просто папа обнимает малыша, ручка свисает на фоне фотографии. То есть это абсолютно непостановочный, то есть папа его носит, я его фотографирую и там делаю какие-то детальки, фотографии. То в таком случае нам, в принципе, ничего не нужно, кроме того, чтобы был хороший свет и единственное, что там, ну, никакого там мусора по квартире, по дому, если мы фотографируем на дому, чтобы не валялось, потому что в любом случае, боль, когда меньше деталей в кадре, все-таки красивее. И самое еще, наверное, основное, ну, наверное, одно из ключевых, это я присылаю вот такую напоминалочку родителям, что им нужно, как им нужно подготовиться с их стороны, как подготовиться к съемке. То есть я максимально стараюсь сделать все за родителей, чтобы они вообще ни о чем не думали, чтобы было все включено, чтобы ничего не докупать, чтобы ничего, ни о чем не там, не задумываться, потому что у них и так много там вопросов. Но в любом случае напоминалочку вот такую отправляю, потому что подгузники у меня в студии есть, но не всегда подходят, допустим, Хагисы детям или там еще какие-то какой-то другой фирмы. Влажные салфетки у меня есть, но, допустим, есть ребята, которые пользуются какими-то модными японскими. Дальше. Пеленки запасные, одноразовые у меня есть и хлопчатобумажные, но в любом случае мы можем их описать и, возможно, маме хочется, чтобы она своя была. Я это все прописываю, вы думаете, ну, там это все элементарно просто, но молодые родители, особенно с первыми детками, они так благодарят за такие напоминалки, потому что очень часто приезжает, ну, там, ну, впервой было, вы взяли пеленочку, ой, мы забыли, а там, вы взяли там еще что-то, ой, мы забыли. И я поняла, что и тут нужно позаботиться о клиенте и напоминалочку ему такую прислать. Дальше. Пустышка. У меня в студии тоже есть пустышки, которые я покупаю, одноразовые, вот так, специально для малыша, который приезжает, на всякий случай, если они забыли. Я не пропагандирую пустышки, но я понимаю, что на съемке она мне очень помогает, и я пользуюсь ею всегда, если только в крайних случаях, если категорически против родителей, но тогда я просто говорю, что съемка будет длиться не там, не час, а два, потому что мы будем там на сиси постоянно, еще как-то. Ну, в общем, там уже индивидуально, но это, в общем, тоже прописываю. Смесь для кормления, если мама может сцедиться и не на съемке не подходить к нам, то мы можем с бутылочки просто покормить малыша или ее молочко, которое она сцедила, и съемка вообще тогда проходит очень быстро. Если у них начались колики, то я тоже им напоминаю, чтобы они не забыли взять, потому что здесь они могут всю съемку проходить и ждать, пока спазмы пройдут в животике. И поэтому тоже напоминаю, крем-присыпка, это все тоже на случай, если это необходимо. И самое интересное, что они очень часто приезжают в бодиках через голову, что очень трудно снять, потому что это новорожденный малыш, там вообще все очень интересно. А если еще усложнять себе процесс одевания бодика через голову, то вообще. Вот такую напоминалку присылаю, и уже всем намного легче становится. Сейчас я выключусь, точнее покажу вам, как я свой реквизит. То есть то, что обычно так видно, мне главное, чтобы было видно, я сейчас должна показать. Кость, видно мне? Алло, здравствуйте. Ничего не слышу. Лен, тебя видно. Все, благодарю. В общем, если мы готовим реквизит для съемки новорожденности, то я рекомендую, если мы готовим именно такой классический, в классическом понимании, обмотка, шапка, там все вот эти дела, то я рекомендую заказывать свой первый реквизит у мастериц, которые этим занимаются профессионально, потому что если мы заказываем у мастериц, которые занимаются этим, то они вот пошьют вот такую шапочку, и она будет красиво очень сидеть, нигде не будет торчать, будут красивые, будут красивые ниточки, тут ушки будут прикрыты, все в общем класс, все красиво село, все супер. А если мы закажем просто у женщины, которая умеет вязать хорошо, и мы к ней хорошо относимся, то она нам пошьет, но она же приблизительно помнит, как малыш выглядит маленький, и она вот приблизительно шьет вот такое, что можно и себе тоже одеть. Поэтому я очень настоятельно рекомендую все-таки заказывать у профессиональных мастериц хотя бы первую шапку, а потом уже по ней самому там вязать, шить, что хотите делать. Просто эта история была с моей шапкой, очень смешная, потому что я хотела приехать на съемку там послезавтра, и вот сегодня заказала, чтобы мне пошили шапку. И мне, естественно, ее шьют там на послезавтра, утром я ее забираю, вижу эту гигантеллу и понимаю, что ладно, будет, значит, без шапки. В общем, запомните, это прекрасная история. Я включаю опять свою презентацию. И вот наступает самый важный момент съемки, день съемки важный, день. Я обычно как делаю? Для того, чтобы хорошо прошла фотосессия, мне надо, чтобы приехал малыш там до 10 дней. Мне надо, чтобы приехала мама в хорошем настроении, она заранее меня любила и ценила. Мне надо, чтобы папа понимал, что ему тут будет безопасно, хорошо, и он быстро отсюда уедет. и в принципе мне нужно прогреть помещение. Я сейчас вам покажу, сейчас я закончу здесь по этому слайду и покажу, пройдусь в студии, чтобы вы видели, как я это готовлю. Прогреваю студию и жду малыша, который приедет ко мне, ну или уже приехал, ну обычно я стараюсь, чтобы он приехал, уже было прогрето помещение. Я, у меня вот такой обрыватель, он на колесах, он, извиняюсь, он на колесах, он, очень удобно, потому что ты когда сидишь, ты можешь его ногой отодвинуть куда угодно, и, ну в общем это удобно, чем просто когда какой-то там другой нагреватель. Он внутри, плюс его еще преимущество, то что внутри увлажнитель воздуха, потому что причины, по которым малыш может плакать, это когда у них околоплодные воды застывают вот здесь при пересушенном воздухе в носике, и они могут не понимать, почему им тяжело дышать, от этого они могут плакать. Соответственно, мы предупреждаем эту ситуацию, и там у нас увлажнитель, и все, и все хорошо. Дальше я прогрела помещение, температура оптимальная 26-28 градусов, в утробе у мамы малыш 42 градуса был, поэтому ему наши 26, это, ну так себе, даже не очень тепло, ну комфортненько, скажем. То есть по себе я уже поняла по студии, что если мне жарковато, значит малышу будет самый класс. Что же касается еще одного важного элемента, это вот у меня такой baby shower есть, он шумит вот так, он шумит, он механически очень удобно, его заводишь, он полчаса шумит, потом выключается, потом опять заводишь, в общем, где-то на полчаса, в принципе, и хватает, чтобы успокоить малыша, для того, чтобы атмосфера была максимально такая приятная, как в животике у мамы. То есть ему тепло, его накормили, включили шушер, то есть он, а, еще и замотали, то есть он подсознательно, как будто бы, как в животике, то есть получается, что тепло, сытно, этот звук, как в утробе у матери, и, ну в общем, максимальная атмосфера такая, чтобы расслабиться и спать, и вот тут я, здравствуйте, буду фотографировать сейчас, поэтому, когда вот эти все условия соблюдены, то легко снимать малыша маленького. И еще по поводу шушера хотелось сказать, что его не всегда можно найти в Украине, этот я заказывала еще на Амазоне 100 тысяч лет назад, а сейчас, ну, вроде говорили, можно на Амазоне, в Украине здесь где-то купить, но как альтернатива это может быть белый шум на телефоне, он так и называется приложение White Noise, единственное, что там должна быть определенная частота, которую слышал малыш в утробе мамы, 22 тысячи герц, поэтому, если вы скачиваете приложение в телефоне, главное, чтобы это было White Noise, ну, главное, чтобы там можно было выбрать частоту определенную, чтобы она действительно работала на малыша, а не просто она шумела, потому что бывает, говорят и на фен, дети укладываются и все. Постараюсь держать горизонтально телефон, просто, Дим, скажешь, если будет что-то плохо, чтобы я могла быстренько что-то переделать, в общем. Студия у меня 50 квадратов, мне этого вполне хватает, чтобы отснять, здесь у меня вот локация с деревянным фоном, с тремя фонами бумажными, обычными, это на стойке у меня висит такой холст, фон, который я рисовала сама, и иногда его использую, когда мне скучно с вот этими становятся. Здесь я обычно фотографирую семейные групповые портреты, здесь фотографирую на фоне, на самом, там всякие в колясочках, в таких бодейках, кругленьких. здесь у меня окно большое в пол, мне помогает это даже сейчас, там, до семи, до шести вечера фотографировать, света вполне достаточно, и, ну, в общем, комфортно. Также на просвет люблю напротив окна фотографировать, и контровые фотографии с родителями. Обычно люблю делать с пузиком, и через там, когда родится малыш, точно такой же, только с малышом, и получается контур только очень красиво. Здесь у меня просто белая стена, я тут повесила просто вот так вот, что, эту простынь, и вот у меня еще такие есть подушки, и я просто делаю такую имитацию постели, и очень классно получаются, такие почти домашние, вообще, непостановочные кадры. Ну, тут всякие веточки и штуки. С тремянкой я люблю фотографировать групповые семейные портреты чуть-чуть выше, чтобы они поднимали головы, чтобы такие были, ну, худые, красивые мамы и папы. Здесь у меня стойка с обмотками, их очень много по цветам, потому что дети тоже очень разные, и кто-то может быть с теплым оттенком кожи, кто-то с холодным, кто-то с желтушкой, кто-то еще там как-то, поэтому я, в общем, по реквизиту у меня тут его много, с той стороны стойка тоже там всякие шапки и все такое. Это искусственный свет, Эйнштейн 640, очень удобно с ним тоже фотографировать, мне нравится. В этой части это уже типа лаунч-зона пошла, и здесь у меня пеленальный столик, тут всякие необходимые вещи для ребеночка, вот эти всякие пеленки и все такое. Здесь небольшая стойка с сменными одеждами, если вдруг кто-то обкакал кого-то или там еще что-то. здесь зона, где папа сидит, пьет кофе и смотрит, вот тут телевизор, вот он там. Здесь у меня бинбэк, это вот та самая штука, на котором я фотографирую малышей, то есть я сюда его кладу, натягиваю здесь фон и фотографирую, поэтому достаточно объемная штука, поэтому вот в том квадратном метре, о котором я говорила, вот оно. Ну, здесь моя рабочая зона, тут стол, на котором я сижу, там отбираю фотографии, либо тут мастер-классы, когда приходим, там обсуждаем, разговариваем, тут всякий, сейчас включу свет, тут, в общем, коробки, пакеты, не отданные, не забранные заказы, а здесь реквизит разный, реквизит, сертификаты, обмоточки разные на голову девочкам, видно, да, тут игрушечки разные, деточкам маленьким, ну, а здесь наверху всякие колясочки, бодеечки, в общем, кроватки малюсенькие, ванночкам, в ней я фотографирую, делаю молочные ванны девятимесячным малышам, а здесь, ну, вот там, в общем, такое всякое домашнее, холодильник с просека, и там еще есть для старших девочек, там, ну, от двух до десяти лет сменные платья, потому что девочкам очень скучно, ну, вообще, в принципе, детям тут скучно, там, первые полчаса интересно, а потом скукота, и поэтому они, поэтому я им придумываю переодеваться, играться, там, мальчикам в машинке, разукрашки, и, в общем, как-то они отвлекаются, а еще лайфхак у меня такой есть, это называется щекотун, это из страусиных перышек, палка, это я покупала в антикварном магазине, ну, вот, для пыли, да, то есть, и, но я ее использую как щекотун для детей, то есть старшие детки, их вот так щекочешь, оно же такое мягенькое, нежное, и они получаются очень искренние, такие настоящие улыбки, и поэтому я обожаю эту штуку, я рекомендую использовать с детьми до, ну, в принципе, даже и взрослые иногда заходят, то есть, когда мы щекочем ребенка, а папе там чуть-чуть где-то попадает, он тоже непроизвольно улыбается, и это, ну, естественная улыбка, это класс, здесь вот реквизиты всякие новогодние, все, шапочки, ну, тут это надо смотреть лично, вот 15 мая будет мастер-класс в Киевской школе фотографий, так что часть я привезу точно посмотреть, потому что слишком много всего, и по телевизору не сильно, ну, понятно, как оно выглядит. В общем, вот так происходит организация, организация съемочного процесса, то есть, в студии я себе организовала все так, чтобы вот это все не нести домой, потому что, ну, когда ты едешь на выездную съемку, то нужно все это предусмотреть, оттенки разные, обмоток собрать, бинбэк сложить, стойка благо складывается, она получается в такое ружье как будто бы превращается, и, в принципе, все, чемодан с реквизитом, ну, в общем, вот так. И теперь я вам хочу рассказать, рассказать вам про свои после, то, что после съемки происходит, как у меня происходит процесс после съемки. я обычно отбираю в день съемки сразу же отбираю фотографии, вот они ушли, и я сразу отбираю фотографии. У меня есть две папки, которые, я им сразу же загружаю их на Google Диск. Они смотрят, то есть две папки отобранные фотографии и все, и все, все остальные, точнее, вот так папка называется. Следующий, я им пишу, что посмотрите фотографии, если хотите, то, что я отобрала, это железно уходит в ретушь, если вы хотите что-то добавить из папки все, добавляйте за дополнительную плату, вам третушируют и добавят в эту папку. В течение суток, если они не отвечают или отвечают, мы отправляем в ретушь фотографии. Плюс еще один день мы создаем макет книжки, потому что в каждый пакет входит книга, и отправляем в печать, у нас есть фотографии в печати, сейчас покажу, в виде фотооткрыток я делаю, и в принципе через 7 дней, через 10, грубо говоря, у меня уже готовый заказ. Я покажу сейчас упаковку, если это интересно. И дальше, когда я им отдаю заказ, естественно, я не могу их оставить просто так, потому что мы уже все к друг другу привыкли, и в заказ я еще отдаю подарок малышу, что очень греет маме сердце, она тоже, ей это приятно, и тогда я и следом же присылаю свой, презентацию своего пакета годик, который состоит из 4 съемок. Также я всегда присылаю какое-то участие в проекте, допустим, вот у нас будет на этих выходных с живыми цыплятами в студии, то, естественно, что всем своим постоянным клиентам я отправляю предложение, чтобы они дальше ко мне приходили сниматься. Следующая беременность тоже они получают и скидку, и, соответственно, там дополнительные кадры я им дарю, чтобы они оставались моими постоянными клиентами. В годик я присылаю, у нас есть отдельный блокнот, в котором у нас записаны, ну, допустим, вот сегодня малыш пришел на съемку, ему сегодня 7 дней, он родился, допустим, 1 апреля, и Оля записывает в этот блокнот 1 апреля 22 года поздравить Егорку с днем рождения. Каждый день открывает блокнот, смотрит, кому там составить и сделать открытки и в день рождения отправляет. Точнее так даже, за две недели до дня рождения отправляет, точнее нет, она за две недели до дня рождения отправляет, мы помним, что вы у нас сфотографировались, что у вас скоро день рождения, приходите к нам праздновать годик с шариками, с тортиками, а потом в день рождения само отправляет вам сегодня год поздравляем любим в общем так ну и дальше вот это вот скидка там и все такое вот вот такая презентация вот такая вот такое все рассказала еще хотела показать вам по поводу сколько вопроса почитаю немножко хорошо да я просто думаю что то добавить еще или давай просто вопросы вопросы самое интересное на самом деле давай хорошего просто какая у тебя провожительной съемки обычно до трех часов это туда входит с момента приехали и уехали потому что приехать нужно разложиться все сам процесс съемки занимает от силы час все остальное это покушать покакать переодеться раздеться ну вот эти все моменты ну это ребенку да ребенку ну может быть не только да еще вопрос интересный а какой диапазон стоимости тебя знаю там хороший раз да по съемке новорожденности 500 евро минимальный пакет средний 900 и максимальный 1200 евро евро можно было но нормально и так тоже платят молодец я просто найти что был такой момент когда было в долларах тоже и был момент когда нужно было подорожали коробки упаковка очень подорожала и я понимала что реквизит там кое-какой подоржал я понимала что я не могу поднимать больше ценник но мне надо было немножко поднять принципе капельку надо было как-то поднять я придумала что просто переведу в евро хоть небольшой процент но все-таки я выграю какие-то вот эти расходники все вот так ты же не одна работа чтобы просто только в команде вас человек да у меня в команде оля помощница моя диана которая делает публикации я и ну и создает визуал инстаграма плюс ретушер кати все рекламу я не делаю связи с кризисом потому что у нас получается слишком много денег фейсбук сжирает как рекламу а столько клиентов он не приводит поэтому я сейчас больше выживаю на своих постоянных клиентах на проектах и на вот этих пакетах годик немножко расскажешь про пакеты про пакеты годик что что входит что что входит до минимальный пакет входит один образ малыша книжка 20 на 20 распечатанных фотографий 10 штук 10 10 обработанных в ретуши фотографий флешка и подарок малышу в средний пакет входит два образа малыша семейные групповые портреты макро ручки ножки книжка 20 на 25 на 25 тоже флешка распечатанные 20 фотографий в ретуши максимальный пакет входит книжка 30 на 30 30 фото в ретуши флешка а что там еще и холст большой входит да и три образа малыша а еще туда входит лайфстайл непостановочные кадры они любят какие пакеты больше заказывать средний да еще тоже вот в момент когда начался кризис я придумала чтобы они заказывали хотя бы когда им дорого 500 евро то хотя бы чтобы они брали один образ без книги допустим без ничего такого без дополнительной вот этой полиграфии 250 евро и иногда я делаю скидку если вот допустим у меня бывает ну то есть я разговариваю с клиентом что там как и понимаю что допустим вот недавно были военные то конечно я им сделала там по себе стоимости потому что я понимаю что мне бы хотелось хоть как-то быть участной в этой ситуации ну то есть в любом случае несмотря на то что ценник высокий но я всегда смотрю в любом случае индивидуально смотрю то есть если есть возможность если есть желание можно и как-то выдвигаться сейчас вот у фотографов такая дилемма на что лучше фотографировать на зеркальную камеру на беззеркальную камеру если беззеркальную так леном никон рисун или фуджи у тебя это вопрос стоит остро или что есть тема работаешь и вообще остро не стоял пока никон мой d700 не слег просто вообще то я даже не рассматривала новую камеру ну поэтому d700 меня вполне устраивало прекрасно делал я настраивала в настройках контраст и так чтобы мне нравился малыш убирала насыщенность чтобы изначально картинка была красива был уже готовый пресет и он принципе не сильно отличается от того пресета который у меня сейчас на беззеркальной камере до удобнее потому что немножко там на вороты да есть вайфай какие-то такие штуки но это чисто уже такое поиграться но в принципе картинка не сильно прям отличается твой любимый для съемки вот таких малышей не купила просто я в этом плане немножко практичная потому что мне удобно я могу 2470 отснять и макро ножки ручки глазик там реснички и тут же если пока он спит или улыбается я могу сделать общий план общий портрет не надо менять а 85 это надо немножко двигаться все-таки как-то ну плане что меньше можно успеть а я все-таки уже приловчилась так что пока малыш спит надо ну максимально быстро работать потому что через минуту могут быть газики колики все уже будет не до съемки ну принципе наше время заканчивается ленте спасибо большое у тебя вроде мастер-класс есть какой-то ты можешь пригласить да я я 15 мая у нас будет мастер-класс будет маленькая лялечка там уже есть несколько беременяшек которые ждут чуть ли не специально будут рожать потом мастер-класс поэтому очень жду очень приглашаю буду рада вас видеть на мастер-классе тебе все пишут спасибо я читаю чате спасибо очень здорово приятно побывать в студии рабочей не все показывают изнутри свое рабочее пространство ты поделилась это было очень приятно спасибо вам за приглашение процветание заказов хороших и много новорожденных деток в украине благодарю благодарю и я тоже желаю всем кто занимается съемкой новорожденности или хочет заниматься окунуться в этот мир тут прекрасно тут всегда пахнет и вообще определенная эйфория так что ну немножко я думаю получилось вам поделиться и я вас обнимаю буду буду здесь